Авиалайнер производства КНР выполнил первый коммерческий рейс за пределы материковой части страны. Новые транспортные линии способствуют экономическому росту в регионе Большого залива. Вишня с географическим указанием стала драйвером развития сельских районов провинции Сычуань. Филиппинские военнослужащие с корабля, севшего на мель в Южно-Китайском море, направили оружие на представителей береговой охраны КНР. Инцидент произошел в ходе патрулирования пограничниками морской акватории вблизи рифа Жень-Ай. В это время филиппинцы пытались доставить продукты и предметы первой необходимости на свое военное судно Сьерра-Мадре. Уже 25 лет десантный корабль незаконно находится на мели в китайских территориальных водах архипелага Спратли. Это нарушает суверенитет КНР и положение декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море. В Поднебесной намерены продолжать работу по защите акватории в районе рифа Жень-Ай и в очередной раз напоминают о принадлежности КНР этой территории и прилегающих вод. Китайский авиалайнер Си-919 совершил первый коммерческий рейс за пределы материкового Китая. Самолет China Eastern Airlines доставил в Гонконг более 100 местных студентов, которые прошли стажировку в Шанхае. Си-919 – первый среднемагистральный авиалайнер китайского производства. Он спроектирован и построен в соответствии со всеми международными стандартами летной годности. На сегодняшний день пять самолетов этой серии выполнили более 2000 рейсов общей продолжительностью свыше 6000 часов. За первый год коммерческой эксплуатации авиалайнеры Си-919 перевезли около 300 тысяч пассажиров. Развитие транспортной сети в районе Большого залива имеет решающее значение для роста местной экономики. Провинцию Гуандун и специальные административные районы Гонконг и Макао связывают железные и автомобильные дороги, морские и воздушные трассы. Недавно первые в мире рейсы беспилотных летающих такси над сушей и морем соединили Шэньчжэнь и Джухай. Если раньше поездка между ними на автомобиле занимала 2-3 часа, то теперь из одного города в другой можно попасть по воздуху за 20 минут. Эта модель может перевозить до пяти пассажиров. Ее общая грузоподъемность больше 400 килограммов, а максимальная взлетная масса – 2 тонны. Парк в Шэньчжэне стал популярной достопримечательностью после того, как в нем появился пункт воздушной доставки еды. Теперь посетители могут заказать свои любимые блюда просто отсканировав код. Благодаря спутниковой системе точного позиционирования беспилотники доставят заказы в любую точку парка максимум через полчаса. После оформления заказа я ждал всего 15 минут. Оригинальная технология доставки. Надеюсь, ее будут активно развивать. Заметно увеличилось и количество пассажиров скоростных поездов. Многие жители Гуанчжоу пользуются этим видом транспорта для поездок из Фашаня в Шэньчжэнь. Общее время в пути – меньше часа. Создается ощущение, что конечные станции находятся в одном городе. Так ездить гораздо удобнее и на работу, и по личным делам. В районе Гуандун, Гонконг, Макао быстро развивается комплексная рельсовая транзитная сеть. Общая протяженность действующих и строящихся железнодорожных линий приближается к 5,5 тысячам километров. Так, идея объединения городов в регионе Большого залива постепенно воплощается в реальность. Каждый год с мая по июнь в уезде Ханьюань города Яань собирают вишню. Плодородная почва на высоте 1200 метров над уровнем моря создает благоприятные условия для выращивания самых сочных и сладких ягод. Вишневые угодья занимают здесь более 4000 гектаров. Каждый год они приносят местным жителям более 20 миллионов долларов. Десять лет назад Ханьюаньскую вишню внесли в список национальных продовольственных товаров с географическими указаниями. За много лет селекции качество нашей вишни так возросло, что цена на нее с каждым годом становится все выше и выше. Наши ягоды соответствуют всем нормам экологически чистой сельхозпродукции. Выручка каждой семьи от их продажи растет в среднем на треть в год. Несколько лет назад в местной деревне Лунчи основали компанию, которая специализируется на выращивании вишни. В бизнесе участвуют 135 семей. Сейчас выручка нашей компании составляет около 9 миллионов юаней в год. Из них чистой прибыли 2 миллиона. Это почти 280 тысяч долларов. Ежедневно около 2000 упаковок вишни самого высокого качества отправляются на столы к жителям разных регионов страны. Доставка занимает от одного до трех дней, а благодаря холодильной цепи ягоды привозят свежими к каждому потребителю. Качество оценили и покупатели, и профессионалы отрасли. В прошлом году вишня из деревни Лунчи победила на национальном конкурсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова